Итак, собственно, я так вот, может странно, может просто по анимешному выгляжу, потому что мой первый стих посвящен нашим любимым домашним питомцам, надеюсь, все со мной солидарны, что любимы наши. И называется он не больше и не меньше, как о смысле жизни. На голову вылита октябрьская сырость, дрожу, как бесприютный воробей, и лишь за дверью родной квартиры в лицо дохнет мне жар чугунных батарей. Здесь живет мое личное рыжее солнце, оно не будет ждать особых приглашений, оно совсем бесшумно подкрадется и ловко прыгнет на мои колени. Не грозит это солнце магнитной бурью и от визита к докторам меня хранит, в то время, как погода брови хмурит, а осень трубкой из листвы сырой дымит. Житель пустых картонных коробок, маленьких храмов, милый божок, мастер ста тысяч китрейших уловок в душе моей стылой лучину зажег. Когда ты рядом, сердце не заплачет, я, ты и кресло, теплая мечта. И, как сказал однажды Терри Пратчетт, смысл этой жизни сводится к котам. Кстати, у меня дома кот, во-первых, белый, во-вторых, хрен его хоть когда-нибудь погладишь. Ну, такая вот не судьба, и это действительно мои мечты. Дальше об отношениях с юмором. Называется стих «Нерадостные мысли на балконе». Стрела Амура обернулась в кол осиновый, и слезы капают с восьмого этажа. Жак, а злые уроды, сволочек, ретиновый, орет моя пронзенная душа. И вроде не тупая и красивая, и не стерва, раз на то уже пошли. Так что же вы, Елена, блин, Максимовна, кого-то понормальнее не нашли? Эх, было бы терпение резиновым, мне можно и не свет, хотя бы покой. Но в злой тревоге лампы керосиновые душа сгорает глупым мотыльком. Когда уж жизнь моя одной сплошной малиною, а может земляникой, обрастет. Но только вот проклятый кол осиновый цвести и пахнуть Леле не дает. А слезы капают с восьмого этажа и разбиваются о землю насмерть. Благодарю. Ого, вот этот я стих включила себе в программу. Я смелая. Стих называется «Скороговорка». И вот, собственно, из названия ясно, как его надо читать. И дай Бог мне сейчас не сбиться. Я не репетировала. Все, что было, выбыло, все, что было, не было. Крылья с криком вырвали и отпустили в небо ли, что любили, бросили, подарили осенью и вернуть не бросим мы. А любовь-то истина, немыслима, бессмысленна, высмеяна, выстрадана, выкрадена, вылета. На, кого ни попадя, пропади все проводом. Только дай мне, Господи, да не горы золота. Повидать хоть раз, вместе быть хоть сейчас. С праведником грешным, ли помилованным, ли повешенным, разумным, ли помешанным. Все равно с каким, лишь бы с ним одним. Дальше стих, который называется «Повседневность». Уже поспокойней. Тратить свою жизнь на скуку. С кислой миной спросите, а что нам осталось? Застрелиться, непременно из лука. Напоследок выразить оригинальность. Каждодневная пытка вставать ровно в шесть. Завтрак, давка в метро, работа. Эй, вы там, наверху. Если вы все же есть, знаком плюс. Измените хоть что-то, вечный минус. Хоть раз зачеркните, и в ответе получится крест. Издеваетесь, верно? Так лучше скажите, что в Эдеме свободных нет мест. Как всегда, все и пресно, и ныне. Нет чудес в этой жизни. И в той, и великий маг Гарри Гудини захлебнулся обычной водой. Злая сказка. Вот сказки у нас уже были, но была добрая. Сейчас будет злая. Да, кто-то такой смешок раздался. Злобный. Я придумаю злую сказку. Я порядком устала от добрых. В ней все феи, как змеи, опасны. В ней героев казнят за подвиг. Королевство не 39-е, а 666-е. Там любовь не разрушит заклятие. Поцелуй ничего не стоит. Не проснется вовеки красавица, да на радость колдуньи-мачехи. Рыцарь с черной тоски удавится. Или будет на месте схваченным и убитым семью злыми гномами. Уж давно растащили их клады. Подземелья их стали темными. Больше там не сверкает злато. Отравили озера вверх брюхом русалки. А в лесах только ведьмы и черти. И одно лишь под силу волшебной палки. Даровать чудо быстрой смерти. В этом проклятом королевстве буду я. Будешь ты, конечно, принцем. Но я, несомненно, буду принцессой. И, конечно, мечтам не сбыться. Ведь погибнешь ты в схватке с драконом. Ровно за день до нашей свадьбы. И в разбитом стекле и оконном Лишь кусок подвенечного платья Белым флагом будет болтаться В знак победы судьбы надо мной. Мне останется только сдаться. Мне останется выйти в окно. С башни замка наших мечтаний Прямо в пропасть вниз головой. Я избавлю себя от страданий. Я печальную книгу закрою. Не понравились тебе эти резкие фразы? А какого финала, мой милый, ты ждешь? Я придумала злую, правдивую сказку. Я устала от добрых. Все добрые ложь. Вот этот стих, который называется «Письмо от больше ненужной» Раскрывает тему дружбы. Безответная дружба. Знаете, бывает и такая. Казалось бы, только безответная любовь. А нет. Не все так просто. Мой номер вычеркнут из телефонной книги. И мне ответом бесконечные гудки. Да неужели я заслуживаю фиги На жест приветственной протянутой руки? Я не просилась в вашу жизнь. Как кошка к когатками, Я в вашу дверь под утро не скреблась. Меня в свою судьбу вы затащили сами. И я со временем там прочно прижилась. Ну а теперь так больно ощущать себя ненужной забытой куклою на лавке во дворе. Я так надеялась, что нас связала дружба. Вы возрастите. Временный тандем скорее. И напоследок, пожалуй, стих, который я писала ровно сегодня. Ну, наверное, это можно отнести к сегодня. Потому что это было уже после 12 ночи. Я умею практикурую. Да-да-дам. Это да. Он пока не имеет никакого названия, но вот он даже не имеет нормальной распечатки, только этот какой-то листик невразумительный. Он посвящен в какой-то степени всему этому сообществу нашему. Итак. Вдохновение пульсирует от четверга к четвертой. На сон грядущий напрягу комок извилин, А там, глядишь, авось, да и смогу Хоть пару строчек на бумагу вылить. Из этих строчек нашинкую я рагу В своем любимом маяковском стиле. Тебе, 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 всем по стиху. И пару шуток жареных на гриле. Великому могучем, как в стогу, Свою иглу мне отыскать по силе, Хоть в ней я не бессмертие сберегу, А то, что вспомнит обо мне, Отсвет за последним шагом на последней миле. И пока меня видят рады Вот на этой вот красной тумбе, Я чувствую себя поэтессой в квадрате, А может быть, даже в кубе.